Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня прощенное воскресенье. С завтрашнего дня начинается Великий Пост. И сегодня мы видим, что много людей пришло в храм с тем, чтобы у Бога попросить прощения, у ближних своих друг у друга попросить прощения. И, естественно, прощать и просить прощения – это, можно сказать, заповедь Божия, которую христианин должен помнить и чтить, и выполнять. И вот, мне кажется, если бы у нас не одно только воскресенье называлось прощенным, а какое-нибудь было другое воскресенье, например, воскресенье без гордости, воскресенье без осуждения, воскресенье без объедения, воскресенье без пьянства, то, наверное, тоже было бы полезно. То есть, сегодняшний день – это как раз пример того, как в нашу повседневную жизнь может входить церковный календарь с таким ясным, четким, понятным императивом. То есть, да, прощайте, просите прощения. И вот хорошо бы, если бы другие воскресенья тоже же с таким же ясным, четким и понятным императивом входили в какие-нибудь другие заповеди. А еще бы лучше, если бы во всю нашу жизнь все заповеди Божии входили бы всегда. И всегда бы мы помнили о том, что они обязательны к исполнению не раз в году, а каждый день, постоянно и всегда. Вот, сегодня просим друг у друга прощения за те обиды, которые взаимно друг к другу нанесли, которые понимаем, а которые и не понимаем даже, да. Вот, у тех людей, которых знаем, и тех людей, которых, может быть, походи чем-то обидели, не зная даже об этом. Но все-таки, как правило, больше всего мы обиды приносим самым близким своим людям, самым родным. И эти обиды, бывает, копятся таким большим-большим каким-то грузом, мешком, который в конце концов прорывается, и из этого мешка столько всякой гадости вываливается, да, что бывает так, что люди не выдерживают реальности этой гадости всей. Поэтому копить этот мешок, конечно, не нужно. Вот, а нужно всякий раз, когда чувствуем какие-то разногласия, когда чувствуем какие-то обиды, недовольства друг другу, надо сразу бы просить прощения, да, и прощать. Ну, конечно, прощать человека за то, что он не понял, в общем-то, бессмысленно, да, потому что, ну, бывает, что дети просят прощения у своих родителей, просто для того, чтобы им разрешили из угла выйти, да. И вот ребенок говорит, мама, прости меня, пожалуйста. Это первое. Второе, он говорит, я больше так не буду. А потом мама, как правило, задает такой риторический вопрос. А за что ты прощаешь прощения? Вот этот вопрос ставит ребенка, как бы вообще, в замешательство, потому что он и не знает, за что. Ну, родители наказали, значит, есть за что. А вот за что, я и не понимаю. Вот. Ну, вот, надо, конечно, разобраться, надо, конечно, выяснить, за что человек просит прощения, за что мы его прощаем. Вот. И за что мы сами просим прощения? Тоже надо себе объяснить это. Но иногда это бывает, выливается в какие-то просто, когда мы начинаем выяснять, когда мы начинаем объяснять, когда мы начинаем словами пытаться что-то объяснить друг другу, да. Это бывает опять начинается. То есть мы хотим рационально понять другого человека, да. Мы все вроде как усилия прилагаем, а у нас опять не получается. И мы начинаем опять упрекать, мы начинаем опять выдвигать какие-то требования, какие-то недовольства. Вот. А все дело в том, что человек-то он другой. Человек этот другой, это не ты. То есть у тебя свои какие-то понятия, а у него совсем другие. Ты своими глазами видишь ситуацию, а он другими глазами эту ситуацию видит. И тебе кажется, что все настолько объективно, ясно, понятно, да, что ну давай просто объяснимся, давай просто все друг другу, так сказать, расскажем, покажем. И в общем-то и на эти же грабли уже наступать, но никогда не будем. А на самом деле люди все разные. Люди все, так сказать, вот еще раз повторяю, со своим набором каких-то установок, каких-то принципов, каких-то взглядов и очков разного цвета. Бывают розовые, бывают черные, бывают еще там какого-то цвета, да. Вот. И по-разному все мы все видим. Поэтому в конечном итоге, вот на Западе модная психология, да, конечно, это нужная и важная наука. Конечно, надо разбираться в каких-то коммуникативных проблемах, да, в конфликтах. Но все равно этим до конца ничего не решишь. А вот прощением решить можно. А вот вспоминанием того, что Бог нас прощает, да, и, соответственно, мы должны пропростить. Вот этим можно многое решить, многое изменить. И, как говорят компьютерщики, перезагрузить отношения, да. Выключить и включить и перезагрузить. Вот. Поэтому вот сегодняшний день нам об этом напоминает. Что, конечно, хорошо, когда мы друг друга понимаем. Да. Но когда люди друг друга понимают, что называется, с полуслова, им, как правило, и прощения-то друг у друга не за что просить. А вот то, что мы друг друга не понимаем, вот это делать необходимо. Просить друг у друга прощения и прощать друг друга, и принимать другого человека таким, какой он есть. Вот. Мы хотим, конечно, все изменить в мире. Конечно, мы понимаем, как надо было бы в этой ситуации себя вести. Да. Но опытные люди уже знают, что единственное, что человек может изменить, это самого себя. Да и то, так сказать, в очень-очень маленькой степени. Вот. Но, по крайней мере, это его поле деятельности. По крайней мере, это то, где он хоть что-то может. А вокруг себя что-то изменить, не изменив себя. Ну, конечно, опять же, и политики этим занимаются, и какие-то там люди, которые считают, что все наши проблемы идут от социального какого-то неустройства, и политической там, политических проблем. Ну, да, в какой-то степени они какие-то усилия прилагают, и они тоже важны, наверное, и нужны. Но самое главное перемены все-таки в обществе, да, происходит от того, что люди начинают менять сами себя. Не друг друга, а сами себя. Вот. Господь сегодня нам говорит также и о посте, потому что начинается пост, и он говорит, что, ну, не делайте ничего напоказ, в том числе пост ваш и молитвы ваши, пусть будут не напоказ, а видны только Отцу вашему, который втайне будет это видеть, но воздавать будет вам явно. А явно воздавать Бог будет не в том смысле, что какие-то вот земные вещи будут нам даваться и награждать будет какими-то земными дарами, и все это увидят и скажут, вот, вот Бог его, так сказать, наградил за то, что он такой молодец. А эти явные дары будут тоже явны, только, скорее всего, для самого человека, который их принимает. Другие люди их не заметят, другие люди не поймут, а вот человек, который эти божественные дары принял, он поймет, он почувствует, он увидит, как они его меняют, и как они его преображают. И вот ради этих даров Божьих, ради этих сокровенных, благодатных перемен, вот, надо все это делать, да, не для того, чтобы Бог там дал здоровье, дал благополучие, дал успехи в карьере и так далее, а для того, чтобы вот внутри меня какой-то свет зажегся, чтобы этим светом просветить себя изнутри. Вот, вот что значит «воздаст вам яви». Да, ну, у нас сейчас в обществе-то, в общем-то, это и не актуально, если раньше, во времена спасителя, человека, постящегося, действительно могли похвалить, да, и у некоторых людей был такой соблазн, чтобы этот свой пост выказать перед всеми, да, сделать хмурое лицо, некоторые фарисеи даже каким-то образом, там, каким-то белилами, да, значит, себя пудрили, чтобы казаться более бледным таким, да, вот, не чесали волос, не мыли их такие вот все, потому что раньше еще пост сопровождался тем, что пеплом голову посыпали. Да, Христос говорит мне, не нужно всего этого делать, то есть умойся, расчешись, приведи себя в порядок, и пусть никто не знает, да, о том, что ты постишься. Это, между прочим, касается не только каких-то других людей, внешних людей, но и христиан между собой. Я очень бы хотел, чтобы это касалось тоже священников, чтобы они тоже не знали, как вы там поститесь, что вы там едите, а что не едите. Я был бы просто счастлив, если бы не пришлось во время поста выслушивать вот эти все ваши гастрономические, и, как сказать, грехи. Когда вы вот съели то-то, что нельзя, и масло постное, вот, в первую там или в какую-то еще неделю, это вообще кошмар, конечно. Но все-таки внимание надо уделять другому, на исповеди, на покаяние, и вообще во время поста, да. Потому что что мы там едим, как говорил апостол Павел, чрево для еды и еда для чрева. И Бог уничтожит и то, и другое. И совершенно Бог не патологоанатом, который будет потом в наших кишках копаться, да, и искать там, и измерять слой жира там на нашем животе, да, и выяснять, почему мы такие толстые, может быть, мы не постились, да. А вопросы будут задаваться совсем другие. И в прошлое воскресенье мы эту, сказать, рассказ о страшном суде читали, да, какие вопросы будет задавать нам Бог. Вот я был голоден, вы меня не накормили, я был жаждущим, вы меня не напоили. То есть в ближнем своем не увидели меня. И вот это самые серьезные, самые страшные грехи христианина, когда мы в своих ближних не видим Господа и не умеем поставить себя на место другого человека. Вот, так что вот этот великий пост, великим он называется, потому что он великий, большой, да, перед Пасхой, 49 дней. Вот, он время такого внимательного присматривания к себе, внимательного очищения себя от тех, от той грязи, от той пыли, от той всякой гадости, которая по углам у нас там где-то застряла и не всегда бывает видна при поверхностной такой уборке, да, которую мы, например, делаем каждый день там или каждую неделю. Вот. А вот великий пост – это как раз повод заглянуть под диван, оттуда вот эти вот хлопья пыли вытащить, да, заглянуть в углы, подняться, наоборот, на антресоль, посмотреть, а что там. Там, может быть, там тараканы завелись, да, может быть, где-то муравьи ползают, там, или мыши там где-нибудь уже свои порядки устанавливают, да, и свое королевство там утвердили в каких-то закоулках, сараях, в кладовках. Вот. Вот туда бы, в закоулке своей души, надо проникнуть, да, посмотреть, все ли там в порядке. И больше всего, больше всего этому способствует не гастрономический пост, то есть не пост в еде, а больше всего этому способствует богослужебный пост, то есть те тексты, которые мы поем и которые мы читаем во время богослужения в Великом посте. Вот. Они действительно настолько могут настроить человека правильно, настолько могут вот направить этот прожектор духовного внимания, духовного зрения человека туда, куда нужно, что надо обязательно эти тексты слушать, вникать в них, пытаться понять их, хотя бы самые основные такие, да, вот, а то, что непонятно, спрашивать, спрашивать друг у друга, спрашивать у священника, искать где-то в книжках, в интернете, вот, потому что это очень и очень важно. А то так и будем ходить всю жизнь и смотреть там, что мы едим, да, а что наоборот, вот из-за сердца нашего выскакивает, да, на это совершенно не обращать внимания. Вот. Таким образом, впрямую нарушая, как бы, заповедь Христова. Вот. От пищи мы отказываемся от мясной Великий Пост, не потому, что она плохая, да, потому что, наоборот, она лучшая. Мы отказываемся от лучшего, мы отказываемся от какого-то такого лакомства, от насыщения, от присыщения, вот, для того, чтобы понять, что человек не должен быть так уж привязан к земному. Это вот животные, да, вот они постоянно должны есть, и, в общем-то, самая главная задача для животного, для зверя, для какого-нибудь себя насытить. И у него все зависит от того, поел он или не поел, да, он поел, он счастливый, да, он не поел, значит, он грустный, он ищет эту свою еду. И ему вообще все остальное, как бы, неинтересно. Вот. А человек должен оторвать себя немножечко от этого, приподнять себя над всеми этими земными потребностями, пытаться привязаться к духовному миру, да, приблизиться к духовному миру, подняться к нему. Вот. А у нас, наоборот, бывает, во время Великого Поста, мы не то, чтобы отвязываемся, а мы, наоборот, постоянно думаем только о том, что нам есть. И как бы нам поесть так, чтобы без ущерба для здоровья, да, и чтобы вкусненько было, ну, и чтобы хоть на несколько часов хватило, так сказать, калорий. Вот. Это, конечно, проблема. Вообще, святые отцы очень по-разному говорили о посте. И вот, например, Иоанн Златоуст говорил, что пост – это не исключение из пищи какой-то, особенно, там, особенных видов ее. А пост – это вот ты тратишь, например, на свою еду в день. Ну, условно скажем, очень условно, все пара, 500 рублей, да. Вот. А во время поста трать 300 рублей. А то, что у тебя остается, отдавай бедным. То есть, видите, пост напрямую Иоанн Златоуст связывал с милостыней. Вот. И милостыня не просто как вот, а то, что ты отрываешь от себя, забираешь у себя и отдаешь другим людям. Вот. Вот это нормальный, настоящий пост. Ну, естественно, у людей, у многих бывают какие-то заболевания, которые делают невозможным, такое уж строгое соблюдение поста. И здесь не надо ничего придумывать, надо просто пользоваться рекомендацией, значит, докторов, врачей. Хотя врачи тоже, они, знаете, очень легкомысленно относятся. Они, некоторые врачи вообще, так сказать, ко всей духовной жизни относятся с циничной, с пренебрежением. И они могут и нарочно иногда человека, который, в принципе, постится, может говорить, что нет, тебе надо мясо есть, чтобы, так сказать, лишних не брать на себя ответственности. Поэтому тут надо самому себя чувствовать, свой организм знать, надо понимать, что мы можем, а чего мы не можем. Надо понимать, что какую меру поста мы можем соблюсти, а какую нет. И здесь уже быть честными, и как бы тут уже, ну, грубо скажем, не выпендриваться, да. Вот. Ну и, конечно же, все, что касается отношений наших с другими людьми, вот в этом пост должен соблюдаться особенно серьезно. То есть поменьше гневаться, поменьше раздражаться, поменьше осуждать, не сквернословить, потому что сквернословие – это серьезный грех, да. Вот. Поменьше всяких увеселений, поменьше телевизора. Вот. Для тех безумных людей, которые еще его смотрят телевизор, да, я говорю о том, что лучше было не смотреть его вообще, этот телевизор, потому что именно оттуда сейчас идет главная волна лжи, главная волна агрессии, главная волна какой-то конфронтации между людьми, да. На какой канал не включишь, везде крик, везде орут друг на друга, везде пытаются что-то там как-то доказать, что только они правы. Причем доказать не аргументированно, да, опять же, доказать силою голоса. Криком. Вот. Ничего там интересного, как правило, нету, да. Одна реклама. Ну, если вот вы, как бы, считаете себя таким стадом, для которого все это делается, стадом потребителей, да, потому что телевидение для потребителей, это в основном для все, все для рекламы, все на рекламе держится, вот, все реклама определяется, вот, и мы сидим, эту рекламу смотрим. Хотя, конечно, нам кажется, что мы переключаем, но мы переключаем на другую рекламу, там тоже самое. Поэтому лучше бы не смотреть его вообще. Сейчас есть куча всяких альтернатив, да, то есть скачать какой-то нормальный фильм, посмотреть там и так далее. Или почитать книгу, в конце концов. Вот. Ну, поменьше в гости ходить, потому что люди, люди, люди разные сейчас вокруг, да. Хорошо бы, если бы сходить в ту компанию, где единомышленники, где верующие друзья, но мы попадаем обязательно в какие-то компании, особенно во время поста, где обязательно с кем-то приходится спорить, где кто-то присматривается к тебе, да, как ты постишься, а почему ты не постишься, или наоборот, а зачем ты постишься. Начинаются бесконечно вот эти вот разговоры о том, что попы там на мерседесах, вот они-то уж точно не постятся, да, вот вы как дураки поститесь, ходите там, слушайте их, лицемеров этих, значит, крохоборов этих попов. Ну, если, опять же, вот интересны вам эти разговоры, если вы считаете, что вы настолько стойкий, что можете со спокойствием все это перенести, пожалуйста. Но лучше всего этого просто избегать, потому что разговоры эти бесплодные, разговоры эти ни к чему не приводят. Сидеть, молчать, когда церковь, как бы, ругают, да, вроде нехорошо, а отвечать совершенно бесполезно, понимаете, поэтому лучше вообще таких сообществ избегать. Ну, естественно, молиться побольше, да, Евангелие читать, Псалтирь читать, вот, вникать в какие, какую-то святоотеческую книгу, естественно, полезно было бы почитать, или Лестницу, или Добротолюбие, или Паучение Абадорофея, или там преподобного там Силуана Афонского, какие-то прекрасные его тексты. Вот, вот это почитать не мешало бы, да, ну, что еще вам сказать-то, Господи? Ну, все, я так уже сказал, много слов, сам прошу прощения у вас тоже за все, вот. Ну, я и каждый, мы и каждый день прощения просим, да, когда причащаемся, когда начинаем служить литургией, священники всегда просят прощения, говорят, простите нас, и это, в общем-то, не пустые слова, не какие-то формальности, а, ну, по крайней мере, для нас это слова каким-то смыслом наполнены. Ну, и сегодня тоже прошу прощения, если кого-то и чем-то расстроил, чем-то обидел, не таким оказался священником, каким вам хотелось бы и каким должен был быть. Вот. Где-то своим легкомыслим, где-то своей забывчивостью, где-то забыл, как кого зовут. Вот. Хотя сами виноваты. То есть священник, как правило, тех людей, которые регулярно на исповедь ходят, и он запоминает имена. А вот если на исповеди редко бывает, тогда имена бывают, что и задерживаются в памяти. Вот. Ну, и вообще, конечно, я прошу прощения там и как настоятель, потому что, может быть, больше можно было бы сделать для храма, но вот так вот денег нету, но вы держитесь, да? Вот. Денег нету, где-то я их должен изыскивать, где-то должен я их брать, а я этого делать не умею, не знаю я где тут копать, чтобы клад найти. Не получается у меня ничего в этом смысле. Поэтому, конечно, хочется, может быть, и иконы какие-то новые, хочется там еще чего-нибудь, какое-нибудь украшение там. Но, увы, пока то, что имеем, то имеем. Вот. В общем, прошу вас прощения, всех прощаю, ни на кого зла не держу. Всем желаю пост провести в спокойствии, в тихости, в мире с Богом и с людьми. Вот. И получить какие-то духовные плоды от поста. Вот именно те плоды, которые даются человеку явно, а для других бывают, в общем-то, тайными. Спасибо, Господи. Так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.